Здравствуйте! В эфире телестудия Горочаганак, в студии Майя Амирова. Предлагаем вашему вниманию следующий обзор новостей. Торжественная линейка состоялась в общеобразовательной школе номер 3. 25 мая во всех регионах нашей страны прозвучал «Последний звонок». День, когда выпускники, поставив перед собой большие цели, покидают свои школы. Торжественная линейка прошла и в общеобразовательной школе номер 3 нашего города. Все, кто 1 сентября приходит с новыми силами набраться знаний, с нетерпением ждут окончания учебного года, дня, когда прозвенит «Последний звонок». Всем известно, что все школьники будут отдыхать 3 месяца и постараются провести каникулы интересные и с пользой. А вот для выпускников все складывается совсем по-другому. Для них теперь будет все по-новому. Новые учебные заведения, новые знакомства, новые перспективы. Вот и наступил последний звонок. Звонков в вашей жизни было очень много. Были звонки, которые звали вас на первые уроки в начале каждого учебного года. Были звонки, которых вы ждали с нетерпением, чтобы скорее закончился какой-то урок. Были звонки, которые приносили вам какую-то радость, облегчение. А сегодняшний звонок, он особенный. Сегодняшний звонок — это грань. Грань между вашей прошлой жизнью, ученической жизнью и жизнью в будущем. Сегодняшний звонок — это звонок, который позовет вас вдаль, где вас ждет много неизвестного. И мы, конечно, хотим, чтобы это неизвестное стало для вас вашей жизнью, чтобы вы правильно выбрали свою дорогу, счастья вам, благополучия, всего-всего самого наилучшего. Руководство школы вручило благодарственные письма всем, кто внес свой весомый вклад в общественную жизнь школы и порадовал своими достижениями. Аким Горыда Оксаев в своем выступлении отметил, что для всех выпускников этот последний звонок является заключительным. Это ответственный период, когда в жизни человека начинается новый этап, связанный с одним из самых важных экзаменов в жизни — выбором будущей профессии и вхождением в самостоятельную жизнь. И в этом решающую роль будут играть приобретенные вами знания в школе. Мы надеемся, что те знания, которые вы приобрели в школе, помогут вам в сдаче главного экзамена в вашей жизни — ЕНТ и итоговой аттестации по новому формату образования. Желаю вам успешно пройти экзамены, оправдать ваши труды и усилия ваших родителей, ваших преподавателей, которые не меньше вас волнуются и переживают за вас. Поступить в ВУЗы, чтобы получить качественное образование и стать востребованными специалистами в выбранной вам сфере деятельности. Счастливого вам пути, уважаемые выпускники! Этот учебный год стал для общеобразовательной школы номер 3 удачным. Педагоги школы принимали участие в различных конкурсах, семинарах. Учащиеся — это спортсмены, творческая молодежь школы, также прославили свою школу. На торжество были приглашены первые учителя нынешних выпускников. Жаль, что вы покидаете школу. Мы вами гордились, ценили ваше творчество, любили ваш юмор. И как никто мы верим в то, что дальше во взрослой жизни каждого из вас ждет только его. Самое-самое большое счастье! За эти годы вы все повзрослели и из трогательных птенчиков превратились в настоящих птиц, готовых лететь, расправив свои крылья. Впереди длинная, интересная жизнь. И мы желаем каждому найти в ней свою дорогу. Ставьте большие цели, по ним труднее промахнуться. Мы, ваши первые учителя, с первых дней обучения в школе верили в вас. Верим и сейчас, что в вашей жизни будет все на отлично. Только никогда не опускайте руки. Смело идите в новую жизнь с высоко поднятой головой. Классные руководители и выпускников выразили надежду в светлые будущие своих чад. Закончились уроки. Вас ждут экзамены. Совсем немного отделяет вас от взрослой самостоятельной жизни. Пусть она будет такой же светлой и солнечной, как сегодняшнее утро. Мы, учителя, надеемся, что знания, которые вы получили в школе, помогут преодолеть все трудности, которые, конечно же, встретятся на пути. Мы отдали вам частичку своей души, а вы оставили свой след в наших сердцах. Помните об этом. Мы вас любим. Родители школьников выразили благодарность и пожелали успехов педагогам, которые давали успешные знания, принимавшим участие в разностороннем воспитании их детей. Благодаря не только нам, родителям, это, в первую очередь, благодаря третьей школе, учителя, которые учили наших детей, дали им они образование. Вы каждый день услышите, что наши Эльбасы, Мустановец Назарбаев, всегда он говорит, нам нужен умный, грамотный, здоровый детей. Поэтому, дорогие наши дети, ну, сегодняшняя, можно сказать, вы же дети, вы же взрослые люди. И самое главное, не забывайте, ваши родители, которые они вложили труд, дальнейшая вам судьба уже в ваших руках, потому что вы будете уезжать. Окончив школу, пройти впереди стоящее испытание ЕНТ с честью – цель каждого выпускника – не уставать учиться, ведь в знаниях светлое будущее. Вот их задача. Вот и подошел к завершению наш последний учебный год. 11 лет вместе мы жили, росли, учились. Столько побед и поражений, которые подготовили нас ко взрослой жизни. Хотелось бы сказать спасибо школе за то, что научила нас. И всем тем, кто на протяжении этих долгих лет верил и поддерживал нас. Всем тем, кто продолжит это делать. Но не стоит расстраиваться, ведь впереди у нас целая жизнь, полная новых приключений, знакомств, мероприятий. Впереди у нас студенческая жизнь. Так что, дорогие выпускники, вперед к новым знаниям и победам. Если для всех детей школьного возраста окончание учебного года становится радостным моментом, то для выпускников это, с одной стороны, большая ответственность, с другой – грустный момент. Нам же остается пожелать выпускникам успехов в их больших начинаниях. Мира Султанова, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карчаганак». Это были все новости на сегодня. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин